ой ребята второй раз уже топаю в погреб никак не могу собрать то что мне надо сходило холодно у нас очень холодно я слушайте с этими ступеньками спортсменом стану туда-сюда очень холодно сегодня противно и пакостно и ветер такое же были ничего ничего там как задует как задует и такой холодный прям фу знаете как я не хочу ничего делать и не буду вроде все дую в погреб не в погребе чё надо вот мы делали хреновину числе на луку как он там называется я ее добавляю в борщ вот я отлила отсыпалась и в баночку потому что мы уже использовали туши брали вот и принесла тут баночки еще баночки склян скляночки уже было не могу да и вставить слушайте уже как-то колес из выносит уже сверху их тулит надо тут место еще одно определить для пол литровых баночек потому что конечно коля тут не уже сейчас поставлю сюда штучки там выйду сюда погреб до нужно убраться потому что получается что-то берем что поставим и у нас что и у нас что у нас потом путаница возникает дети уже сколько пустых банок уже все потихоньку все на коле вам показывал да наш погребочек тоже даже эти борщевые заправки заканчивается уже все практически нету все зеленый борщик вон есть с ними не тороплюсь рассольничек уже заканчивается потихоньку мне нравится делать такие заправки потом шмак шмаки быстренько вот хочется того же борща на раз и сделал понимаете сок он заканчивал хотя с этой стороны еще куча сока ведь носок мне нужен почему я когда начинаю делать заготовки допустим с того же кабачка кабачковая леча например там или еще что тогда нужен томатный сок именно томатный сок и что я беру делаю я беру из готового томатного сока делаю вот эти заготовки потому что дождаться но обычная трехлитровая закрываю вот так для того чтобы потом его брать и на какие-то заготовки делать потому что обычно что у нас получается помидоры пока мясо не созреют а нужно уже что-то готовить поэтому вот так вот что у меня а вон еще больше фасоли у меня с этой стороны еще есть круто свеколочки немножко остался остался соуса чуть-чуть совсем томатную пасту в этом году буду сто процентов делать у меня еще если как он называется квашеные помидоры специально для борща кислые такие я потом их перетираю делаю мурс мне кстати по моему вот муж да вот может есть но и сегодня хрена муху добавлю так как я взяла уже томатную пасту вот тоже делала в этом году очень классно получилось вот такая на видите яркая красивая получается грибочки у нас еще он есть говорила коль синенькие принесли к же ним а посадил все вот же синенькие стоят колечками чесночные каждому все подивайся ним а цикок улю зачем-то попасыла то у него ничего не мог мне кажется еще банка персиков завалялась вон она а я думала нет уже банки с персиками потихоньку все расходится потихоньку уже скоро новое надо закрывать так что я вообще пришла я пришла за огурцами у нас оказывается у нас еще одна однако там одно ведро с огурцами было а я не знала тут у меня помидорки квашеные вот у меня уже огурцы заканчиваются сейчас я себе в этот наберу в лоточек все уже нужно будет этот рассол сливать и все руку не хочется пачкать а что делать надо вот такие видите какие получаются хорошие классные огурчики я хочу сделать винегрет отварила картошку и маркуку и сделаю блин винегрет тоже коли на этот был оливье а винегрета не это ничего страшного это нормально когда такой налет на огурчиках но не он видите не мягкие плотные классные тоже считаете сколько времени они такие классные там еще чуть-чуть осталось бутылки делаю очень удобно классно удобно и стоят очень долго так что мне еще надо было то как всегда вышло чем взять и не взять аджику взять еще одну аджика у нас расходится моментально то острая у нас аджичка не буду брать еще такую это кабачковая помсташа светлее у нас кабачковая возьму такую вот маленькую баночку как раз будет нормально к борщу без аджички это прям ух да в этом году горшушка немного посадила но слава богу у меня остался вон еще горошек и вон еще горошек поэтому если чё может быть если в этом году будет плохо все горошком потому что не буду делать так что так все и абрикоски у меня слава богу остались вроде как типа абрикос не будет но у меня остался вот и у меня где-то я нашла джем прям классный такой абрикосовый вот и сюда и персики это внизу и абрикосовое варенье где-то я тоже нашла джем абрикосовое варенье по моему чтобы абрикосовое варенье стоит хоть она и 21 года но на нормально а это уже 22 но того года консервировала и персики прошлого года у нас все нормально абрикосовый сок он есть будем абрикосовый сок бурячок возьмешь хочу булечку хочу булечку все тупое банки он весь и сколько банок это то что мы тот мало вы привозили то тот все я в рекой уже не надо их разложивать потому что все равно нужно будет перемывать буду использовать первую очередь вот найдет пойдет консервация может мне по пакетику приносить я буду использовать а так в принципе все вроде ничем ну зайду на днях погреб до по расставляю все чтоб уже банки отдельно пустые полные отдельно то и полные пустые все на кучу как вы видите такой вот у меня погребочек куля хочет еще здесь с этой стороны полочку взять но не знаю нас когда-то этот погреб будет вот ведь и мы же сделали верхушку полностью деревянную о избежную он будет у нас переделываться и вот как часть дома вот здесь вот где сейчас беседка это у нас будет еще часть дома и в полу в погреб вход будет у нас из дома поэтому верхушку вот эту полностью треугольник будем переделывать как еще не знаю как то будем переделывать получается этот весь треугольничек вот этот надо будет ух как холодно не хочу переделать все погнали мы с вами в дом будем очень сегодня готовить что-то пошли домой бонечка что на улице бегать лучше нибудь по дому покрутимся вот так 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 ню 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 так 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 ню 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 так 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 что делать я собралась я вообще-то собралась делать и винилет вот картошку морковку я отварила это моя колено это хреновух колено сюда и тут я собралась уже и пирог делать вон видите вишню открылась сцеживаю для того чтобы она была вишня просто без косточки нюшечку сцедить маргарин достала чтоб размораживался сейчас то пока сюда на этот стол передвину вот так поля начала что сделать и не подготовилась мне сейчас надо порезать картофаныч чтоб уже поставить больше у нас уже часов 5-6 даже не знаю сколько у нас часов 6 я даже не глянула сколько у нас время вот картошку режем самое первое это мы делаем картоху с этой погодой не собрана совершенно абсолютно картошку мне нужно наборщик нет уже сегодня написали что там комментарии написали такая погода гадкая что ничего не хочется будут целый день смотреть вас спасибо смотрите будет приятно я понимаю я смотрю по просмотрам просмотрим упали потому что люди реально по огородам нас много смотрит людей у кого дача огороды такое понятное дело что и просмотре немного упали это конечно плохо это конечно очень плохо потому что многие пропускают то что я там говорю да а потом а передумала думаю я не хочу это что и чай выпила я так чувствую что у меня прям морозит такого таких сильных симптомов того что простуды там нету например но на какое-то состояние такое знаете вялое морозит что то такое засыпано на это дофигища картошки нарезала коля любит чтобы вообще было юшечка ты я люблю что вообще было юшечкой а дать тут юшечка и что одна сквозь на картошку так капуста и даже не знаю чем поговорить у меня сейчас на живрю в голове какой-то этот пузырь образовался и вообще какая-то пустота что ли хочется лежать такое знаете вообще молча толстый котелек там еще что-то а готовить равно кушать надо я один чай выпила вторую но с калиной выпила потом нашла еще малину выпила вся на чаях на работе до сих пор двери устанавливает там поехал у него получилось подрезать эти все двери что ему надо было или ему недели подрезана коробку там запилять под какой-то определенный градус созванивались он говорит устанавливать там распоркиш надо поставить потому что если пеной задувать чтобы они правильно стали эти двери он сегодня у нас я не знала сколько он приедет будем посмотреть так как я варю борщ именно из готовой борщевой заправы многие знают и многие готовили со мной борщевую заправу вот это у меня такая без фасоли по моему это у меня без фасоли фасоли вкуснее конечно это без фасоли я сразу забрасываю картошку я сразу же забрасываю капусту сразу тем более не если молоденькая то можно и потом а у меня ж не молоденькая капуста поэтому кусочек остался я люблю когда он проще много капусты кстати всем так я не поблагодарила всем спасибо огромное кто поздравил мою доченьку с днем рождения кто меня поздравил как мамочку мне очень приятно да под видео закрыты были комментарии это не я мы их пытались честно пытались открыть вот один раз открыли через некоторое время зашли перезагрузили опять закрыты это youtube потому что там изображение маленького ребенка то есть если бы я уже дальше выкладывала там я на более подростковом возрасте ну фотографии понятно да то youtube не закрыл комментарии а так как там фотографии с маленького 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 возраста youtube это распознал как типа не детский контент но по крайней мере комментарий закрыл для избежания там чего-то там оскорблений я не знаю я почитала и с ними не стала спорить потому что мало ли так все картошка капуста у меня заброшена что там за мяу что не надо мне тут мяу иди это капец корм такой дорогучий это ужас я не уже у меня сколько за неделю умудрились уже почти килограмм корма вообще уже у меня есть немного капусты или брокколи да или как она называется извиняюсь я такая сегодня такая же как по воле поле нравится эта капуста брокколи когда особенно она с томатов сделано все добавлю немножко для аромата такого капуста добавлю немного спаржевая фасоль и ножек уже у меня в озенке места не занимала еще надолго у меня так уже лежит надо ее как бы уже использовать и прошлый раз когда заготавливала этот последний уже пакетик он не остался большую уже поделала надо было не делать но мне так жалко ее было видите такие есть там прям такие большие и некоторые такие волокнистые это не очень конечно хорошо я вам скажу когда волокнистые поэтому в этом году я если перерастет спаржевая фасоль я ни в коем случае заготавливать ее не могу только молоденькую чтоб волокон этих не было ну капусту шоу эти вот попробовать режется нормально порежу сейчас но будет так интересно когда попадаться в сборщики прикольно получается в общем экспериментируем потихоньку необычно делаем все делаем необычно все пускай теперь у меня это дело варится мне сейчас петравку добавлю вот хочу все хочу пожиже сделать ну что я сейчас сюда еще водички даю будет нам песни так петравку я использую к супу вот такая к супу у меня есть она так хорошо насыщает все чайную ложку немножко соли чуть-чуть совсем потому что приправа у меня которая готова тоже у меня соли и все это дело кипит нам не мешает сейчас я найду свеклу вот свекла кубиком это мы консервировали еще в этом году консервировала этот вот вообще у нас такой веселенький был да что я как это знаете все на автопилоте делала ничего не хотелось ничего не это самое так что виние идет морковка картоха свекла все еще этот лук кто-то ложит фасоль кто-то может к вашему капусту мы кладем огурцы вроде все тоже ничего такого не надо потом подсолнечное масло и все посмотрим зеленый может пойти сорвать край баночки а вам наверно еще тут делаю дал мне не видно вот это штат камерой захватил побольше и все на камеру не так четко вот такой вот такая свекла видите получается вот она уже кубиками резана правда такие кубики такие добротни по-быстрому знаете как говорится все делали по-быстрому что там задавали какие-то вопросы по моему ничего никто так и особо и не задает сейчас вопросы я думаю что люди сейчас все заняты своими делами огородами поэтому там особо и вопросов то нету никаких все чищу картошку морковку мне нужно сито у меня здесь вишни вишни сейчас просто в эту тарелочку как мне хочется большую кухню девочки и мальчики это что ай 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 как хочется большую кухню чтобы все у меня вмещалось чтобы не приходилось место на место перекладывать что-то где-то так еще один в коридоре шкаф для вот этих всяких мисочек досточек так я свеклу сливаю сливаю свеколочку для того чтобы свеклу использовать в винегрет а суп посмотрим может использую горшку вот так банки и появляются потихоньку так это для винегрета ну как дядь винегрет вы все знаете в принципе огурчики вот я принесла сейчас я их немножко сполосну вот те которые с погреба классные да от белой пленочки которые белой пленочки и вообще шикарные они просто да столько времени считайте уже все уже там через сколько 15 дней лета а у меня до сих пор свои рубзы и это очень круто когда вот такие квашеные классные все как готовить винилет я думаю что вы там рассказывайте не надо ваше время не занимать сейчас пока это все тут варится тушится если сейчас сделаю чайку очень что-то мне бур-бур-бур нашла в погребе первый раз ходила нашла в погребе клубнику сейчас сделаю чай с клубникой и потихонечку может быть возле телека сейчас ада вернее возле компьютера да сделаю винегрет там чтобы смотреть что-то и может быть буду что-то смотреть наберусь каких-то эмоций почитаю может ваши комментарии можно какие-то вопросики и потом вам вернусь